Как делаем тягу до прямых ног, рывковой и толчковой? При выполнении этого упражнения мы принимаем исходное положение, либо для рывка, либо для толчка. И все, что нам нужно сделать, это просто выпрямить ноги. Поэтому упражнение называется «До прямых ног». То есть мы принимаем исходное положение и просто выпрямляем ноги. Выпрямление полностью – это ошибка. Получается, ну, грубо говоря, тяга-стана. Но это совсем другое. Мы здесь отрабатываем просто подъем ног. И этот подъем должен быть не совсем прям взрывным, но он должен быть мощным, сильным. И спину мы оставляем в наклоне все время. Вот как мы взяли исходное положение, приняли на старте, так же мы поднимаемся. Поднимаемся и прижимаем штангу к ногам. Не просто вот так мы ее поднимаем, да? Если я встану и в наклоне останусь, у меня штанга будет висеть здесь, на расстоянии от ног. Мы ее прижимаем к ногам и ведем вдоль ног. Тем самым мы заодно и учимся убирать колени по ходу штанги. Раз – мы убираем. И единственное, что можно сделать в конце, это чуть-чуть выпрямить спину. Чуть-чуть, но не до конца. Выпрямить спину для более комфортного положения здесь. Потому что прямо в наклоне нам здесь будет очень неудобно прижимать штангу к беду. Чуть-чуть можно выпрямиться. И гриф должен остановиться в месте подрыва. Не ниже, не выше. Вот, принимаем исходное положение и начинаем подниматься. Вот, раз – и я ее сюда заправил. Подрыв. Раз – заправил. Раз – заправил. Я, правда, не вижу, как… Надо сбоку, наверное, на себя посмотреть, выпрямляю я спину или нет. Но вот ребята, когда поднимают, я вижу, что можно чуть-чуть выпить спину, но все равно она должна быть в наклоне. То же самое и делается в толчке. Беремся толчком, хватом, и то же самое. Раз – и вот подрыв. Начало подрыва. Здесь оставляем. Раз – оставляем. Раз – вот он. Вот, видишь, прижимаем. Потому что, если мы отпустим, вот он будет висеть. А мы ее прижимаем руками. Все. Восторг. 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 Восторг.